Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно на мой канал. Я надеюсь, что у вас всё хорошо и вы прекрасно проводите свой февраль. А сегодня я хотела бы рассказать вам о своём iPad, как я использую его в качестве ноб. По удобному сечению обстоятельств здесь же находится сценарий сегодняшнего видео, так что я смогу туда подглядывать. Давайте начнём с небольшой предыстории. Это не первый мой iPad. В 2013 году у меня появился iPad 3. Он не сильно отличается от этого iPad, у него такая же диагональ дисплея, но чуть-чуть побольше рамки. Очень любила это устройство, это было моё первое устройство от Apple, и, конечно же, я очень им наслаждалась. Но спустя какое-то время, по-моему, год или два я его продала, потому что у меня появился iPhone 5. Как я помню, и мне iPad стал попросту не нужен. Я не использовала его в качестве нот, а для чтения у меня была электронная книга, ну и бумажные книги тоже были. И мне кажется, что я решила, что гораздо лучше всё-таки пользоваться бумагой. Я до сих пор так считаю. И поэтому я его продала, и мне с iPhone и с ноутбуком было вполне себе нормально. Так я, в принципе, спокойно и существовала без iPad. Конечно, было неудобно, что в каких-то экстренных ситуациях приходилось быстро искать копий-центр и печатать какие-то ноты. Но в целом он мне никогда не был нужен, и я вообще не понимала его необходимости. До тех пор, пока не появились iPad'ы с поддержкой Apple Pencil. Они на первых порах стоили достаточно дорого, потому что это был только iPad Pro, который поддерживал такую технологию. Но в 2019 году компания Apple выпустила обычный iPad, точно такой же, как у меня когда-то был, но с поддержкой Apple Pencil. В данной ситуации цена для меня стала решающим фактором, и когда я узнала, что есть недорогой планшет с поддержкой Apple Pencil, я сразу же поняла, что я смогу использовать его в качестве нот. Потому что для меня самым главным вообще камнем преткновения с моим предыдущим iPad'ом, почему я его продала, это невозможность делать рукописные заметки. Потому что ты берешь, например, на репетицию планшет, ты с него читаешь, но записать ты ничего не можешь. И это мешает тебе полностью заменить бумажную партию электронной, вот эта вот невозможность ее редактирования. Таким образом, вдохновившись этой идеей, я заказала себе iPad 7. Это модель 2019 года, самая бюджетная в линейке Apple. В настоящий момент в Apple Store можно найти уже обновленную модель iPad 8. Она стоит чуть-чуть дороже, чем iPad 7. В свое время я покупала его за 350 евро, а карандаш мне обошелся в 99. Я считаю, что за такой функционал и за такие возможности, которые открываются перед вами, когда у вас есть планшет с этим вот карандашом, это совершенно небольшая цена, и это отличная инвестиция и в учебную деятельность, и, собственно говоря, в музыкальную. Я знаю, что существуют намного более навороченные модели iPad Pro 2020-2018 года. Они более большого размера, 13 дюймов, и это, конечно же, намного удобнее, чем вот этот планшет, который всего 10 дюймов. Но мне его хватает. И я хочу также озвучить мысль о том, что не обязательно покупать планшет самый дорогой в линейке. Он ничем не отличается практически от самого недорогого. И, кроме того, не обязательно покупать планшет именно от Apple. Большинство функций, которые доступны на планшетах этой марки, вполне себе осуществимы на других планшетах, например, от Android. Если вы давно меня смотрите, вы уже догадались о том, что я обожаю бумажные издания. И, в целом, я думаю, что я бы никогда не смогла перейти на все 100% с бумаги, с качественных нотных изданий на вот электронные. Однако, в этом году я попробовала, и сейчас поделюсь с вами своим опытом. Давайте начнем с плюсов использования планшетов в качестве нот. Во-первых, это быстрый доступ к нотным изданиям. Вы, наверное, знаете, что существует много онлайн-библиотек, всем известный MSLP, где можно быстро скачать, найти любые ноты. И одним из огромных плюсов является то, что не нужно ждать, пока ты сходишь в копийцентр, распечатаешь партию, или пока твоя заказанная партия придет из интернет-магазина. Если у тебя есть какая-то идея, если ты хочешь что-то поиграть, ты можешь мгновенно найти любые ноты, и вот они уже перед твоими глазами. И ты можешь начать работу над произведением в электронном формате, потом продолжить в бумажном и так далее. Еще один очень удобный кейс, это именно с оркестровыми партиями. Очень часто здесь, в Европе, еще до начала репетиции, например, за две недели, в почту высылаются PDF-файлы произведений, которые предстоит играть для того, чтобы музыканты заранее с ними ознакомились. Это всегда была большой проблемой, потому что, зная, что придя на первую репетицию, ты все равно получишь свою бумажную копию, тебе не хочется тратить ресурсы, бумагу, деньги для того, чтобы печатать эту партию. А с компьютера, с экрана, неудобно, действительно неудобно играть, потому что это все там может как-то плохо масштабироваться. Компьютер невозможно поставить на пепито, чтобы это все было на уровне глаз. Если ты находишь какие-то пальцы, ты не можешь их запомнить, ты не можешь их записать, и приходишь на репетицию все равно как будто бы с чистого листа. Здесь эта проблема решается на раз, потому что ты открываешь почту, ты открываешь партию, ты делаешь все необходимые пометки, и потом просто спокойно, когда у тебя есть уже экземпляр бумажный на руках, ты все это переписываешь. И таким образом твоя работа не пропадает, и ты приходишь на репетицию уже готовым. Еще одна из ситуаций, в которой очень удобно использовать планшет, это, например, репетиции камерного ансамбля, когда тебе не нужно печатать партитуру, много-много страниц, а ты можешь просто скачать ее на планшет, и во время репетиции каждый может открыть у себя на планшете или на телефоне вот эту партию, и ее смотреть, и не нужно ничего печатать. И теперь перейдем к моему самому любимому сценарию использования планшета, это на уроках по специальности. Здесь в Европе считается хорошим тоном приходить на репетицию с двумя партиями, для того, чтобы одну дать педагогу, чтобы он слушал, смотрел, делал какие-то пометки, тебе комментарии. И мне всегда очень не нравилось это делать, потому что, например, у меня была какая-то хорошая бумажная партия в хорошем издании, и мне нужно было ее ксирокопировать. Опять-таки бумага, потом лишний мусор, мне нужно все время помнить о том, что я должна эту партию с собой брать, иногда я ее забываю. В общем, это всегда было большой проблемой. С планшетом такой проблемы нет, потому что я даю планшет педагогу, там есть все возможные ноты, все произведения, любые упражнения, которые я могла бы играть, и она с этим карандашом может все, что угодно написать. Плюс я еще придумала систему, в которой для каждого нового урока я убираю другой оттенок. Таким образом я могу видеть историю правок и смотреть, какие ошибки я исправила, а какие ошибки и комментарии добавились. Это очень удобно. Кроме того, не тратится бумага. В любой момент я могу все это стереть, когда мне это будет не нужно. Еще говоря о камерном ансамбле, очень удобно, когда кто-то забыл свою партию, вдруг быстро скачать ее на планшет и дать человеку для того, чтобы репетиция не была потеряна из-за того, что у кого-то нет нот. Кстати, вот говоря о правках, многие, покупая хорошие, качественные ноты, очень боятся там что-то писать. Например, используют только простой карандаш и не хотят пользоваться там красным или синим. А я это очень люблю. Я очень люблю использовать какие-то колор-коды для того, чтобы отмечать, например, где два пальца ставятся на струну, где какой палец задерживается, какие-то нюансы отмечать разными цветами. Мне это все помогает учить наизусть и, в принципе, запоминать лучше какие-то моменты. И с айпадом это можно делать просто бесконечно, потому что у тебя есть вся палитра цветов, у тебя есть все возможные инструменты. Ты не боишься ничего испортить, потому что ты в любой момент можешь все что угодно стереть, добавить, и это очень здорово. Вот я вам хочу показать, например, моя партия скетса Тарантеллы, полностью исписанная моим педагогом и мной. И это здорово, потому что когда у тебя есть вот эта вот творческая свобода написать все что угодно, выделить любым цветом, мне кажется, что это очень помогает. И особенно мне, как канцелярскому маньяку, как вы уже знаете, использование различных цветов, какая-то прорисовка, это все очень помогает мне в работе. Еще один классный момент, это, конечно же, компактность. Так как это маленький планшет, не самый большой размер, то есть он меньше, чем А4, я могу, наконец-то, избавиться от вот этих вот сумок, потому что вы знаете эту вечную проблему, особенно те, у кого футляр по форме скрипки, когда некуда положить партию. И партию можно класть только в сумку, соответственно, размера А4. Не всегда есть такие сумки красивые, очень сложно подобрать, например, по стилю, не всегда это хорошо сочетается, если для вас это важно, например. Для меня это важно. И когда я этой осенью начала пользоваться планшетом, для некоторых уроков я перешла полностью на планшет, например, для читки с листа оркестровых трудностей. У меня все трудности были именно в планшете, и это было очень удобно. Или, например, по камерному ансамблю тоже я приносила планшет, ставила его на пульт, и все было здорово. И это позволяло мне ходить вот с таким вот маленьким рюкзаком, который прекрасно вмещал в себе мой планшет в чехле. Это было очень удобно, легко, это выглядело красиво. Конечно, это вызывало некоторое недоумение у других людей, потому что, ну, ты видишь музыканта, и ты ищешь, а где у него ноты лежат. Вот. Ну, я отшучивала, что я все играю наизусть. Еще одним крутым плюсом использования планшета в качестве нот является возможность редактирования. Например, если есть какой-то неудобный переворот, нот, можно в фоторедакторе совместить две странички в одну, как-то обрезать, подрезать, подсоединить. То есть можно сделать любой коллаж из нот, который вам необходим. Также в планшет можно загрузить нотную бумагу и дописать что-то, или, в принципе, в нотах что-то дописать, нарисовать вот эти вот нотные линеечки и себе что-то для удобства добавить. Также для iPad'а существуют специальные приложения по набору нот. По аналогии с Сибелиусом, я вам сейчас не назову приложение, если хотите, сделаю отдельную подборку, что именно я использую. Да, раз уж мы заговорили о переворотах, для iPad'а существуют специальные педали ножны для переворота нот. Выглядят они вот так, то есть они кладутся на пол, ты нажимаешь на кой и страничка переворачивается. Это очень удобно, особенно когда нет возможности оторваться от инструмента. Однако это требует определенной концентрации, координации и навыка, потому что, честно говоря, для меня это пока очень сложно. Я еще вот никогда не приходила с такой штукой на урок, однако дома я могу ее спокойно использовать. И в целом я считаю, что очень здорово, что такая опция есть. Кстати говоря, здесь именно в Брюсселе даже среди моих педагогов есть очень много пользователей iPad'а, и они даже выступают с этим планшетом на концертах вот с такой вот педалью, и в целом это здесь очень-очень распространено. Сейчас-таки от них я услышала еще об одном преимуществе iPad'а. Например, на летних каких-то концертах, на свадьбах, на выступлениях, именно на открытом воздухе iPad'а очень удобен тем, что он не улетает. Я не знаю, знакома ли вам эта проблема, что в ветреный какой-то день, да даже не в очень ветреный, ноты бумажные, они очень легко улетают. Их приходится закалывать специальными клипсами, но это затрудняет процесс, например, переворота страниц и так далее. С планшетом такой проблемы нет, потому что это устройство само по себе достаточно тяжелое. Еще одним плюсом я выделила пользу для экологии. Тут со мной, конечно, многие могут поспорить, потому что на то, чтобы произвести iPad'а, и потом его утилизировать, тратится тоже большое количество природных ресурсов. Но, например, в масштабе одного человека, для меня это все-таки в каком-то смысле экономия денег и времени, потому что мне не нужно думать, когда там открывается копий-центр, мне не нужно искать мелочь для того, чтобы оплатить эти копии. Здесь задача решена раз и навсегда, то есть это такая инвестиция, которая сразу же покрывает и избавляет себя от большого количества головной боли. Еще одно преимущество, которое дает iPad, это возможность скачать сюда все нужные приложения для музыканта, такие как тюнер, метроном, таймер для меня. И таким образом планшет для меня превратился в такое ультимейт-устройство для того, чтобы заниматься и не отвлекаться на соцсети. Я вообще не беру с собой телефон, когда я занимаюсь на скрипке, оставляю его в другой комнате, потому что в планшете есть все, что мне нужно. Здесь есть тюнер для того, чтобы настроить мой инструмент. Здесь есть метроном для того, чтобы играть под метроном. Если мне нужно посмотреть что-то на ютюбе, например, послушать какое-то исполнение, я тоже могу сделать это с помощью планшета, и это намного удобнее, потому что он звучит громче, экран здесь больше. Соответственно, я могу использовать его как ноты, и также я могу использовать одновременно его и как ноты, и как метроном, потому что это все может работать параллельно. Кроме того, я здесь отмеряю время, ставлю таймер. О том, как я использую таймер для занятий, я вам расскажу в одном из следующих видео. Итак, на этом огромный список плюсов использования планшета в качестве нот заканчивается. Давайте перейдем к минусам. Первым минусом является то, что это все-таки экран. Даже если я снижаю яркость на минимум, даже если я ставлю режим Night Shift, это когда экран становится в таких теплых оттенках, то есть нет этого синего излучения, от которого у нас устают глаза, все равно это экран, и глаза от него устают. С другой стороны, даже в этом есть плюс. Это то, что тебе хочется как можно быстрее выучить наизусть твое произведение для того, чтобы не нужно было постоянно смотреть в этот планшет. Так что вот вам на каждое действие есть противодействие, на каждый минус найдется плюс. Далее это, конечно же, эстетика. Вы знаете, что я очень-очень люблю качественные нотные издания, и мне доставляет истинное удовольствие пользоваться хорошими бумажными нотами. И здесь, конечно же, это удовольствие исчезает. Здесь можно, наверное, сравнить с бумажными и электронными книгами. Есть люди, которые вот просто на дух не переносят электронные книги, потому что для них бумага это все. Они любят шелест страниц, они любят трогать бумагу, нюхать бумагу, ощущать ее в своих руках. Однако в любом случае здесь тоже есть компромиссы. Никто не мешает мне использовать мои бумажные ноты, например, для моих сольных произведений, но на каких-то камерно-ансамблевых или оркестровых использовать планшет. И также это очень удобный баланс, потому что качественные нотные издания для камерной музыки или для оркестровой намного сложнее найти. И здесь планшет это как раз то, что приходит на помощь. Еще один минус планшета это в том, что не всем педагогам нравится использование планшета. Я уже сказала, что многие из них пользуются планшетом, но также есть те, которые еще не пользуются им. И у меня есть один такой педагог, он очень любит бумагу, бумажные книги. В то же самое время он вообще-то адепт современной музыки, ему в принципе нравятся всякие гаджеты, всякие нововведения. Но вот именно с планшетами он все время ворчит, ну так, в шутку на самом деле, но все равно у некоторых бывает такое, знаете, вот осторожное отношение, то, что ты даешь планшет, они начинают, ой, а вдруг я там что-то сломаю, слушай, а вот мне нужно держать палец на экране, чтобы он не выключался или нет? Нет. Держать палец на экране не нужно, потому что я поставила в настройках, что экран горит всегда, если он активирован. И это очень удобно, и нет с этим никаких, в принципе, проблем. Еще одно неудобство, которое со мной случалось в начале использования планшета, потому что я не знала, как с этим работать, это то, что iPad иногда автоматически сгружает ноты из библиотеки, и она недоступна оффлайн. Я решила эту проблему. Сейчас вот здесь появится запись экрана, какую именно настройку нужно включить для того, чтобы ваши книги в памяти не сгружались. Естественно, у меня было пару раз, когда я приходила на урок, и у меня iPad пытался загрузить какие-то ноты, которые он не мог загрузить, потому что там только Wi-Fi, а в консерватории Wi-Fi нет. Такие ситуации, конечно, немножко неловкие, неудобные, и немного дискредитируют использование планшета как раз в глазах педагогов, потому что ты приходишь на урок, по сути, без нот. Это не очень. В общем, я вам показала, как бороться с этой проблемой. Сейчас у меня такой проблемы нет, и больше такого со мной никогда не случится. Еще один момент, который может доставить некоторые неудобства, это то, что нужно все время думать, заряжен ли твой планшет. То есть, будет ли он заряжен во время урока, не разрядится ли он. В целом, сейчас я думаю, что все уже привыкли, что нужно постоянно на ночь ставить заряжать свои гаджеты, и в целом, если вы не забываете заряжать ваш телефон, для вас не будет никакой проблемы заряжать ваш планшет. Мой iPad держит зарядку, в принципе, неплохо. Он может спокойно прожить весь день, даже при интенсивном использовании, при просмотре видео, использовании его в качестве нот, то есть тогда, когда экран горит всегда. Конечно, в iPad Pro, я думаю, аккумулятор намного сильнее, намного мощнее, но мне хватает. Мне хватает этого планшета, и, в принципе, я считаю, что за свою стоимость этот планшет выполняет вообще все задачи, которые могут стоять перед любым пользователем планшета. возможно, для художников, для тех, кому важен именно очень-очень качественный, очень детализированный экран и ламинированный, да, когда нет прослойки воздуха, для них, возможно, это будет критично, но для меня это идеально. То есть у меня есть все те же самые функции, что iPad Pro за 100 тысяч рублей, но у меня такой iPad за 30. Да, последний недостаток, который я записала, это то, что ты можешь видеть только одну страницу, да, тогда как с бумажными нотами у нас обычно разворот на 2 или даже бывает на 3, но эта проблема решается коллажом, то есть можно, например, сделать две странички, вот так вот горизонтально ставить планшет. Это, конечно, мелковато, но я так играла, мне, в принципе, было нормально. Другое решение проблемы — это, конечно же, педаль для переворота нот. В целом на этом недостатки iPad'а заканчиваются, и, как вы, наверное, уже заметили, достоинств и способов его использования намного-намного больше. Кроме того, я навострилась использовать планшет также и для учебы. Если вы хотите, чтобы я вам рассказала, как я использую планшет для изучения иностранных языков или для учебы в консерватории, я вам обязательно расскажу, пишите в комментариях. Я очень рада, что у меня появился такой гаджет, и у меня есть возможность чередовать использование бумажных и электронных нот. Конечно же, я никогда на 100% не перейду только на Digital, это просто невозможно, но я считаю, что иметь такой бэкап, иметь возможность использовать планшет, когда он вам необходим, в качестве какой-то подстраховки, это очень и очень здорово. Напишите в комментариях, есть ли у вас планшет, может быть, вы хотели бы купить, или у вас есть какие-то вопросы ко мне по использованию, например, какие приложения я использую для учебы и для, собственно, нот. Кстати, если вы уже зарегистрировались в Clubhouse, я там тоже есть, вот мой никнейм. Я там недавно провела свой первый эфир вместе с Ксенией, с которой мы записывали видео о музыкальных конкурсах. Подписывайтесь там на меня, я планирую быть там достаточно часто и активно, и у нас с вами будет возможность поговорить в реальном времени. Мне кажется, что это очень здорово и интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Обнимаю вас и пока!